В то время, пока Трамп устраивался в Макдональдс жарить картошку фри, танцевал 30 минут на встрече со своими избирателями, продолжал обвинять иммигрантов в поедании домашних животных, а Камала Харрис борется с критикой после провального интервью, но получает поддержку от Обамы Еминема, который читает рэп с призывом голосовать за демократов, весь мир с нетерпением ждет итогов выборов США. Да, друзья, до выборов осталось менее двух недель и сейчас невооруженным взглядом можно заметить, как с каждым днем появляется все больше обсуждений и прогнозов касательно того, кто же победит на выборах 5 ноября, ведь данное событие имеет особое значение не только для геополитики, но и конечно же для мировой экономики, тем более после заявлений Трампа по поводу повышения пошли на импорт, особенно из Китая, что также в свою очередь влияет и на криптовалюту. Предвыборная гонка 2024 года уже 100% войдет в историю, ведь за это время было два покушения на Трампа, в него даже стреляли, также Байден резко снял свою кандидатуру и на его замену пришла не особо опытная Харрис, за которую готовы голосовать, лишь бы к власти не добрался Дональд Трамп. Тем не менее, мы почти находимся на финишной прямой и на данный момент самое подходящее время, чтобы оценить, у кого больше шансов на победу и кто же все-таки станет новым 47-м президентом США. Но несмотря на то, что до выборов осталось чуть менее двух недель, последние просы и данные показывают, что шансы Трампа и Харрис почти равны 50 на 50. Действительно, сейчас нет явного победителя, как это было, например, в прошлых годах, за счет чего исход выборов этого года вероятно решится в самый последний момент. Вот только если учитывать принцип проведения выборов в США, а также обратить внимание на так называемые колеблющиеся штаты, от которых и будет зависеть победитель, можно постараться заранее получить ответ, кто же станет новым президентом. И как раз таки сегодня в ролике мы узнаем, кто сменит Байдена в Белом доме, кандидата демократов Камал Харрис или республиканец Дональд Трамп. Для этого я максимально простым языком расскажу вам, как проходят выборы в США, что нужно для их победы, почему эти колеблющиеся штаты играют самую важную роль, и в конце ролика мы на основе этих данных ответим на вопрос, как результаты выборов повлияют на криптовалюту и вызовет ли это рост биткоина выше 100 тысяч долларов, о чем говорят многие эксперты, а также аналитики. Но поскольку в данном видео мы собрали очень много информации, которая касается самих выборов, максимально подробный, краткосрочный и долгосрочный прогноз на биткоин и весь рынок крипты мы сделаем во второй части. Поэтому, чтобы видео вышло как можно раньше, давайте наберем полторы тысячи лайков, ведь ваша поддержка очень сильно влияет на скорость публикации новых роликов. Поэтому вам заранее спасибо за лайки, с вами Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, в ближайшие две недели будет очень много новостей, которые будут связаны с выборами в США, которые потенциально могут оказывать влияние на криптовалюту. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, рекомендую вам подписаться на наш телеграм-канал, если вы этого еще не сделали. В телеграм мы 24 на 7 на связи и ежедневно делимся с вами актуальными событиями. Поэтому подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не пропускать полезную информацию. В отличие от многих других стран, где победители определяют прямой выбор и количество голосов за кандидата, в США система выбора президента построена немного сложнее. Но если знать, по какому принципу она работает и понимать, что нужно к кандидату для победы, то можно попробовать определить нового президента заранее. Поэтому давайте я вам вкратце и простым языком объясню, как это все устроено. Президента США выбирает коллегия выборщиков. Это 538 человек, которые представляют все 50 штатов США. Страну может возглавить тот кандидат, который наберет 270 голосов, то есть поддержку не менее 50% плюс одного выборщика. Именно этим выборщикам фактически делегируют свои голоса все американцы, которые участвуют в выборах президента, назначенных в этом году на 5 ноября. И работает вся эта система следующим образом. По факту выборы в США проходят в 4 этапа. Давайте их разберем. Первый идет праймерис. Простыми словами, это внутрепартийные выборы, которые необходимы для выбора единого кандидата от партии. Вторым шагом проводится национальный съезд. Каждая партия проводит общенациональный съезд для выбора окончательного кандидата на пост президента. Третий шаг – коллегия выборщиков. Это процесс, в ходе которого выборщики или представители от каждого штата в количестве пропорциональном численности населения штата голосуют и определяют, кто будет президентом. Чуть позже расскажу подробно. Ну и завершающий этап – это всеобщие выборы. Когда американцы идут ставить галочки напротив того кандидата, которого они хотят видеть на посту президента. Как я только что сказал, результат выбора зависит именно от так называемых выборщиков. В 48 из 50 штатов и в отдельном округе Колумбия выборщики этого штата отдают свои голоса за того кандидата, которого поддержало большинство обычных местных избирателей. По принципу победитель получает все. То есть, если, допустим, в штате Невада Трамп получил 47,1% голосов, то Харрис – 47,5%. Следовательно, все голосовыборщиков уходят в пользу Харрис. Количество голосов выборщиков от каждого штата не одинаково и зависит от его населения. Например, Калифорния, где проживает почти 40 миллионов человек, имеет в этом году 54 голоса из 538, и это больше всего среди других штатов. А штат Северная Дакота, где проживает 762 тысячи человек, имеет только 3 голоса. Среди других влиятельных штатов – это Техас, у которого 40 голосов, Флорида – 30 голосов, а также Нью-Йорк – аж целых 28 голосов. Такая сложная система голосования может привести к избирательным парадоксам. Уже несколько раз США президентом становился тот кандидат, который суммарно набрал меньше голосов людей, чем его главный соперник. Однако заручился поддержкой большего количества из 538 выборщиков. Например, на выборах в 2000 году демократ Альберт Горр набрал на полмиллиона голосов больше, но победу одержал республиканец Джордж Буш-младший, имея 271 голос коллегии выборщиков. Аналогично в 2016 году Хилари Клинтон получила от американцев на 3 миллиона голосов больше, чем Дональд Трамп. Однако из-за системы распределения этих голосов именно Трамп получил большинство коллегий выборщиков и стал 45-м президентом США. Таким образом, главная цель кандидатов – это получить голоса от этих трех влиятельных штатов. Кстати, как думаете вы, кто победит на этих выборах – Трамп или все же Харрис? Обязательно пишите в комментариях и оставляйте ваши прогнозы. Но если некоторые штаты в США традиционно считаются синими или красными, в зависимости от того, за какую партию обычно голосуют их избиратели, как вы можете видеть на этой карте, то непропорционально большое влияние на итоги выборов имеют остальные штаты, где голоса распределяются примерно поровну. Такие штаты называются колеблющимися, о чем я говорил в начале, ведь результат голосования в них остается непредсказуемым вплоть до момента выборов. Именно они могут определить победителя выборов в США. По данным Вашингтон-Пост, в этом году основная битва развернется за семь шатких штатов. Это Пенсильвания, где Трамп получил пуль в ухо, Мичиган, Висконсин, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада. И именно на борьбе за поддержку в этих штатах сконцентрировали свои усилия этой осенью Дональд Трамп и Камала Харрис, в частности пытаясь завоевать голоса тех избирателей, которые еще не определились, за кого они хотят голосовать. Да, эти штаты очень важны. По этой причине Трамп позвал на помощь Илона Маска в Пенсильванию, где он агитировал за него голосовать. Причем после этого Маск даже заявил, что намерен собрать один миллион и будет платить по 47 долларов тому, кто проголосует за Трампа из колеблющегося штата. А также по последним данным Илон Маск уже потратил на предвыборную кампанию Трампа около полумиллиарда долларов. Таким образом, для гарантированной победы на выборах, по сути, необходимо иметь две вещи. Первое – это получить голоса от трех главных штатов, которые я назвал ранее, а также провести максимально активную предвыборную кампанию в тех самых колеблющихся штатах, чтобы переубедить избирателей отдать свой голос в поддержку кандидата из противоположной партии. Возвращаясь к ранее упомянутому примеру, именно так Трамп и получил победу на выборах в 2016 году. Следовательно, зная все эти тонкости, кандидаты выстраивают свою предвыборную кампанию именно так. Но учитывая все эти особенности американских выборов, кто же сейчас имеет больше шансов на победу, если следовать актуальным опросам? Но перед тем, как мы это узнаем, хотел бы вам рассказать о платформе RevenueBot. Это инструмент для автоматизации торговли, который работает с вашими средствами, находящимися на бирже, и имеет доступ только к торговым операциям. А главное преимущество бота заключается в простоте использования, ведь подключение к бирже осуществляется через API всего за несколько кликов. RevenueBot поддерживает все ведущие биржи и использует FastAPI. Это самый безопасный способ подключения, который требует прохождения проверки самой биржи. Платформа была запущена в 2018 году, и за это время разработчики успели добавить множество полезных функций, что делает RevenueBot одним из лучших инструментов для автоматизации торговли на крипторынке. Бот взимает комиссию только с заработанного вами дохода, а именно 20% от прибыли, полученной с его помощью. Но максимальный лимит комиссии ограничен суммой в 50 долларов за месяц по каждому виду торговых операций. Для новых пользователей RevenueBot подготовили подробные инструкции, примеры готовых ботов, YouTube-канал, пользовательский чат, онлайн-консультации и систему тикетов. Вы также можете создавать бота в режиме симуляции, чтобы проверить, сколько он мог бы заработать на реальном рынке за последние 2 месяца. Как бонус за выполнение простых заданий, например, подписка на Telegram, YouTube-канал или создание бота, вы получаете бонус на 5 долларов для оплаты будущих комиссий. На платформе также есть маркетплейсы, где можно приобрести готовые конфигурации от других пользователей. Опытные трейдеры могут создавать своих ботов, выставлять их на маркетплейсе, становиться менторами или поставщиками уникальных торговых идей. RevenueBot поддерживает собственные индикаторы для определения входа и выхода из сделки, как, например, MICD, RSI или полосы Bollinger, что избавляет вас от необходимости покупать дополнительные подписки на внешних ресурсах. Чтобы начать, необходимо зарегистрироваться. Для этого просто жмите кнопку регистрации, введите свои данные или используйте учетные записи Google или Facebook. После создания аккаунта вы получите письмо, ссылка для активации, и первым шагом будет привязка вашей биржи к аккаунту через API. RevenueBot интегрирован со всеми ведущими биржами и предлагает быстрое подключение через FastAPI, что позволит выполнить подключение всего за несколько кликов. Как это сделать, можно узнать благодаря инструкции на сайте или видео на YouTube. Есть несколько вариантов настройки. Быстрый старт – это упрощенные параметры, кто хочет начать торговать без глубокого погружения в настройки. Готовые боты. На панели инструментов можно выбрать популярного бота среди пользователей – Marketplace. Здесь пользователи продают свои успешные настройки, и вы можете посмотреть статистику их работы, время и торговые активы. И пошаговая настройка – это создание бота вручную. Вы также можете воспользоваться режимом симуляции, чтобы увидеть, какой результат мог бы показать бот за последние два месяца. Для этого перейдите в настройки бота, включите режим симуляции, сохраните изменения и запустите бота. Спустя некоторое время вы сможете увидеть в статистике точную потенциальную прибыль. Бот обладает функцией автоматического выбора торговой пары. Он анализирует все доступные цены и, обнаружив колебания в одной из них, автоматически переключается на эту пару и открывает сделки. Если возникают сложности с настройкой бота, у RevenueBot есть YouTube-канал с примерами настроек, а также чат в Telegram. Дополнительно можно обратиться в службу поддержки через тикеты или записаться на бесплатную онлайн-консультацию для получения ответов на вопросы. Также реферальная программа предоставит вам 30% комиссии от друзей, которых вы привели на платформу. Поэтому, чтобы получить приветственный бонус для новых пользователей, а также подробно ознакомиться со всеми особенностями платформы, ссылку на RevenueBot мы оставили в описании под видео. Теперь, когда мы полностью понимаем, как проходят выборы в США и что нужно для их победы, давайте все-таки узнаем, у кого сейчас больше шансов стать новым президентом. На самом деле, избиратели на Гавайях, в Миссурии, Юте и Висконсине уже начали голосовать во вторник, присоединившись к нескольким другим штатам, которые начали досрочное голосование в последние недели. Опросы показывают, что Харрис и Трамп идут ноздря в ноздрю по всей стране и в тех самых колеблющихся штатах. Во вторник Харрис сдала два интервью. Тем временем, Трамп провел выступление в Северной Каролине после проведения круглого стола с лидерами латиноамериканцев. Согласно опросу между обоими кандидатами, идет тесная борьба. Во вторник опрос Reuters показал, что Харрис немного опережает Трампа. 46% против 43%. Лидерство Харрис в шестидневном опросе, которое закончилось в понедельник, было сопоставимо с ее преимуществом над Трампом, 45% против 42% в опросе Reuters, которое провели на прошлой неделе. Новый опрос также показал, что избиратели разделяют негативный взгляд на экономику и эмиграцию, в целом одобряя подход Трампа к этим вопросам. Около 60% считали, что экономика движется в неправильном направлении. По данным ежедневного трекера опросов 538, Харрис лидировала в общенациональных опросах и пережила Трампа на 1,9%. Национальные опросы дают ценную информацию о настроениях избирателей. Но, как я говорил, победители определяют результат коллегии выборщиков. При этом ожидается, что решающее значение будет иметь 7 колеблющихся штатов. Разница между Харрис и Трампа в каждом из 7 штатов находится в пределах погрешности опросов. Это означает, что два кандидата по факту равны в этих штатах. Причем Трамп незначительно опережает в средних показателях опросов в Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и Аризоне. А Харрис с минимальным отрывом в Мичигане, Висконсине и Неваде. Следовательно, если эти незначительные различия между их результатами опросов сохранятся, то Трамп, скорее всего, победит на выборах. Но если опросы недооценят поддержку Харрис хотя бы в одном из колеблющихся штатов, в котором лидирует Трамп, и результатом может стать победа вице-президента, из этих опросов больше всего стоит рассмотреть общенациональные. Впервые за несколько недель своей кампании Харрис отметила рост рейтинга своих избирателей. К концу августа ее преимущество составило почти 4%. Цифры оставались относительно стабильны в течение сентября, даже после дебатов 10 сентября, за которыми наблюдали почти 70 миллионов человек. И за последние несколько дней разрыв между ними сократился. Показателем того, как изменилась гонка с тех пор, как Харрис стала кандидатом от демократов, является тот факт, что в день, когда Байден вышел из гонки, он оставал от Трампа в среднем почти на 5% в семи колеблющихся штатах. В Пенсильвании Байден отставал почти на 4,5%, когда он выбыл. Это ключевой штат для обеих компаний, поскольку у него наибольшее количество голосов выборщиков из всех семи, и поэтому победа в нем облегчает достижение необходимых 270 голосов. Но если говорить максимально объективно, то сейчас мы наблюдаем за равной гонкой. До сих пор нет 100% победителя. Таким образом, потенциальных сценариев мы имеем два. Как я сказал ранее, если данные в колеблющихся штатах будут совпадать с реальными, то реальным президентом станет Трамп. Тем более он проводит более активную предвыборную кампанию, а также умеет обещать избирателям то, чего они хотят. Этот сценарий имеет более высокую вероятность. Ведь второй заключается в том, что за Харрис будут голосовать только те избиратели, которые категорически не хотят, чтобы выиграл Трамп, а не потому, что им нравится политика демократов. И получается, что это выборы либо за, либо против Трампа. Но вероятность этого второго сценария на долю процента меньше. Подводя итоги, мы пока не можем сказать, кто гарантированно станет президентом. А как я говорил в начале, исход может решиться в самый последний момент, из-за чего нам придется снять еще не одно видео на эту тему. Но как будто бы потенциальным победителем все же станет Трамп. Но вы обязательно в комментариях напишите ваше мнение, выиграет ли Трамп или нет. А теперь следующий вопрос, который касается влияния на мировую экономику, и что самое главное, на криптовалюту. В целом, выборы уже оказали положительное влияние на биткоин, который успел пробить 69 тысяч. Некоторые аналитики полагают, что более широкая экономическая политика Трампа также может принести пользу криптовалюте. Миллионер Эрик Финнман сказал, что снижение налогов на прирост капитала усилит инвестиционные стимулы, подпитывая рост криптоиндустрии. Однако не все его предложения, вероятно, помогут криптовалюте. Экономическая политика Трампа является инфляционной, и он может немного навредить криптовалюте. Особенно если учитывать тарифы, которые Трамп применит в США. Он обещал применить, по крайней мере, 10% тариф на весь импорт и тариф до 60% на товары из Китая, что может усилить рост инфляции. На самом деле, Трамп резко переобулся во время этой предвыборной гонки. Ведь во время своего прошлого срока он говорил, что биткоин ничего не стоит, и это скам. Хотя в этом году на конференции он кричал, выберите меня, и биткоин улетит вверх. Но все обещания Трампа лучше делить на два. И поэтому даже те аналитики, которые прогнозируют рост биткоина до 100 тысяч в случае победы Трампа, это будет больше связано с другими факторами, как, например, приток капитала от фондов. И, скорее всего, победы Трампа больше повлият на его мемкоин. Касательно Харрис, история немного другая, но суть та же. Многие считают, что если она победит, то биткоин упадет. Но на самом деле я так не считаю, ведь все будет зависеть не от Харрис, а от настроения рынка. Харрис недавно отметила свою поддержку криптовалюты и ранее проводила круглый стол, где были лидеры криптоиндустрии, как, например, глава компании Ripple, от которой сейчас Харрис получает хорошие донаты. Поэтому есть потенциал, что XRP останется в плюсе, если Камала Харрис победит. Но это всего лишь предположения и потенциальные прогнозы, которые мы делаем на основе этих данных, которые сейчас имеем на руках. Ближе к самим выборам мы обязательно сделаем еще несколько роликов, в которых сделаем детальный прогноз на весь крипторынок, а также на основе новых данных и свежих опросов. Снова постараемся ответить на вопрос, кто уже станет президентом США. Поэтому не забудьте поставить лайк, подписаться на телеграм-канал, где информация публикуется гораздо раньше, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. И увидимся с вами уже очень скоро. Вам желаю удачи, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok